На размытом участке дороги в Вышневолодском городском округе организовано реверсивное движение. Проезд транспорта теперь возможен по одной полосе. Однако восстановительные работы еще продолжаются. О том, что уже сделано на дороге, в нашем следующем материале. Напомним, что в начале ноября на Тверскую область обрушился сильный циклон с обильными дождями. Это привело к повышению уровня воды и подтоплению некоторых участков дорог. Так, на дороге Москва-Санкт-Петербург-Гирина в Вышневолодском городском округе произошло обрушение части дорожного полотна. Над устранением последствий стихии задействовано 30 человек и 13 единиц спецтехники. Сейчас подрядчик сделал временное русло для потока воды, разобрал три плотины бобров выше по течению и устроил основание для спиралевидной гофрированной трубы. Сейчас, в общем, ведем работы по разработке грунта, укреплению откосов. Также сегодня будем заниматься устройством асфальтобетона. Работы по монтажу, обратной засыпке и восстановлению дорожной одежды мы уже произвели в последние пять дней. В ближайшие дни дорожники установят барьерное ограждение, обустроят водоотвод с проезжей части прикромочными лотками, а также наладят сброс воды по откосу. Сегодня уже приезжают не только экстренные службы, а весь транспорт жителей. А дальше подрядчик остается выполнять все остальные дополнительные работы по обустройству ливневки, по обустройству пешеходной дорожки, что здесь можно будет пройти, и самой трубы, которая лежит. То есть, фактически, я думаю, еще работы надо будет вспомогательной продолжаться до конца месяца. Погодные условия позволят. Жители близлежащей деревни отмечают скорость и качество устранения последствий стихии. Да, я там живу, в Липовце. Очень хорошо, оперативно сделали, все замечательно. Мне очень нравится. Вопрос устранения последствий ливня на дорогах находится на контроле губернатора Тверской области Игоря Рудени. По поручению главы региона создан оперативный штаб для мониторинга проводимых работ и отслеживания гидрологической обстановки в Вышневолодском городском округе, Фировском и Максатихинском районах.